Сегодня в выпуске. Существуют ли коты, которых нельзя приручить? Как договориться с диким питомцем, неужели некоторые котики навсегда останутся в приюте? Коты всегда более недоверчивы к людям, чем собаки. И на их адаптацию нужно намного больше времени. Но мы, когда берем кота из приюта, если он в течение двух-трех недель не вылазит из-под дивана, считаем, что он нам не подходит и возвращаем его назад. Хотя на самом деле нам нужно немножко терпения. В приюте ласка диких котов предостаточно. Это те животные, которые родились и выросли в подвалах, подъездах и на улицах. Им приходилось охотиться и копаться в отходах, чтобы добыть пропитание. Коты не выглядят дружелюбно, они шипят и совсем не любят прикосновения. Один из таких наш герой – Барни. Сотрудники приюта уже не помнят, как он к ним попал. Барни около пяти лет. То есть поступил он в приют уже давно. Однажды его брали, еще будучи молодым. Ему тогда было, наверное, года два-три. Вернули по причине того, что он дома постоянно прятался. Хозяева подумали, что он очень дикий и больше к ним никогда не привыкнет. Просто Барни не дали время адаптироваться в новой среде. Барни не агрессивный, но не любит общество людей. Ему все время хочется спрятаться. Такие коты, как Барни, чаще всего рождаются в частных домах или деревнях – в подполье. Хозяева такие приплоды или топят, или выбрасывают. Но если дикого пушистого друга решено оставить дома, нужно знать несколько правил, по которым стоит его приручать. Во-первых, животное, которое привыкло ходить не в лоток, а в землю. И копать землю, и копать наполнитель – это все-таки разные вещи. Бывает ситуация, конечно, обратная, когда деревенские кошки, я таки видела, ходят только в наполнитель, не хотят ходить в подполье, что им там эта дырка узкая не нравится. Но вот обратно мы вытащили из подполья ее, или там, не знаю, из подвала. То есть мы должны предоставить возможность животному удовлетворять свои естественные физиологические потребности, используя прежде всего что-то подобное – земле, песку или там что там было. Для лотка дикого товарища категорически не подойдут древесные опилки. Что касается поведения, животное придется одомашнивать не один месяц. Оно будет забиваться в углы, шипеть, рычать и нападать на хозяина. Если при всем этом человек не проявляет ответную агрессию, не душит кошку вниманием, не смотрит ей в глаза и подкармливает вкусностями, со временем дикий зверь может превратиться в ласкового. При этом не обязательно, что кот пойдет на руки и будет играть, но бояться людей перестанет. Лучше всего, советует зоопсихолог, отдавать таких котов в деревню или частный дом. Дикому коту нужно много свободы, но в лесу он не выживет. Коты теплолюбивы, им нужен кровь и прикорм. Дикое животное, оно может очень хорошее, ловчие качества иметь. То есть это вот такой, знаете, крысолов или мышелов. Наверное, это лучше частный дом, если мы все-таки взяли его. И предоставить ему возможность спрятаться, а не требовать от него, что я вот тебе взял, да, ты мне должен быть благодарным. Кстати, дикие кошки охотятся лучше, чем коты. Правда, их нужно обязательно кастрировать, они не смогут воспитать общительных котят. Что касается барни, кот в самом расцвете сил и подойдет тем, кому питомец нужен для функциональности, а не компании. Кот, чтобы дома знали, что есть кот. Да, ну или, наверное, какие-то частные дома, чтобы он как мышелов, наверное. Ну да, мышелов, то есть чтобы ходил, гулял, приходил вечером, маленько дался себя погладить и снова уходил. Будущему владельцу барни нужно знать, что у кота мочекаменная болезнь, и его здоровье нужно поддерживать специальной терапией. Она недорогая, но продлит питомцу жизнь. Также лучше организовать ему ночлег в теплом помещении. Барни сможет стать отличным охранником домашнего хозяйства и самым ненавязчивым другом. По крышам он не ходит, не ловит он мышей, И лапоёно тянется на враги до ушей. Предпочитает бегу, неспешную ходьбу, Фигуры в оправдании сошнется на судьбу. Охотник некудышный, ведь потому что лишний. Рыжий, рыжий кот, на диете круглый год, Колбаса сырок, обед и опадом еще комфорт. Рыжий, рыжий кот, все от нас зовут сердот, Кот одно название, а по сути бегемот. Что за страшное заболевание пироплазмоз и чем оно опасно для питомца? Как много породистых псов попадают в приюты? Каким чудом удалось спасти от гибели долматинца Беллу?